О важных майских решениях амурских депутатов, новых законопроектах и дополнительных средствах, которые решено направить на социальные сферы. Расскажем сегодня в новом выпуске программы «Области закон». Меня зовут Наталья Откачук. Здравствуйте. Амурские депутаты разработали закон, посвященный экологическому образованию. Он вводит ряд новых понятий, в частности, такие как экологический туризм, экологическая культура и прочее. Предусматривает эколого-просветительскую деятельность, а также участие граждан, общественных объединений в мероприятиях экологической направленности. Парламентарии поддержали этот закон 27 мая на последней сессии в первом чтении, как и ряд других важных для нашей области решений. О них в нашем следующем сюжете. Ветеранов боевых действий полностью освободили от уплаты транспортного налога на одно авто. Льгота, которая прежде предоставлялась с ограничением по мощности машины до 150 лошадиных сил, теперь станет безусловной. Такое решение на майской сессии приняли амурские парламентарии. На эту же меру поддержки могут рассчитывать и многодетные семьи, воспитывающие четверо и более детей, с поправкой, что освобождение от уплаты налога предоставляется им до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 23 года и пока он учится в ВУЗе или СУЗе. При этом многодетные семьи с тремя детьми продолжат пользоваться льготой на авто небольшой мощности. Рассчитывать на налоговое послабление вправе и перевозчики. Депутаты приняли решение на 2021 год в два раза снизить стоимость патента для тех, кто обеспечивает автобусное сообщение между городами. На прошлой сессии мы аналогичный закон снижения по патентной системе принимали для внутригородских перевозок, для людей, занимающихся ресторанным бизнесом, для людей, которые занимаются спортом и различными услугами. Сегодня мы расширяем деятельность по патентам, это именно по междугородному перевозку. Целый комплекс законопроектов, одобренных на сессии, касался социальной поддержки амурчан. Так, компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут ежегодно индексировать. Ее получают ветеринарные врачи, фельдшеры, социальные работники, специалисты, учреждения культуры, работающие в сельской местности, ветераны и почетные доноры области. А еще депутаты отменили принцип нуждаемости для получения пенсионных доплат для тех, кто имеет почетное звание в сфере культуры и искусства области и сельского хозяйства. Если награда нашла своего гидроу, если это звание получено, то никакой принцип нуждаемости здесь не должен работать. И мы очень рады, что в этом отношении справедливость восторжествует с принятием нашего закона и что это может достойно поощрять наших с вами земляков. Развитию мелиорации в Амурской области будет способствовать другое решение. Депутаты проголосовали за то, чтобы земли, которым требуется мелиоративный подход обработки, продавали аграриям за четверть цены. Мы все знаем, что Амурская область, в Амурской области рискованное земледелие является рискованным делом. То есть то у нас много дождей вымачивается, то наоборот засуха бывает. И мелиорация нам просто крайне нужна. Так он позволяет, подтолкнет наших сельхозпроизводителей заняться им мелиорацией, вкладывать в нее деньги, поскольку земля будет продаваться им по льготной цене, но с условием, что они будут развивать все механизмы мелиорации. Проголосовали депутаты из-за увеличения финансирования на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Расходы на эти цели будут рассчитывать по новой методике. Сейчас их определяют, исходя из численности людей в отдельно взятой территории. Полторы тысячи человек на одну собаку. После вступления закона в силу за расчетную формулу будут брать тысячу человек на одно животное. Одним из ключевых вопросов в последней сессии стало распределение дополнительных доходов областного бюджета. В мае они превысили 2 миллиарда рублей. Львяную долю этих средств направили на ремонт дорог. Но не только. Подробнее в нашем материале. Дополнительные средства понадобились в связи со сложной паводковой ситуацией, сложившейся в регионе. Северные реки размывают дороги. Многие трассы сейчас нуждаются в срочном ремонте. Ущерб уже больше миллиарда. Затягивать с работами нельзя. А потому этот вопрос долго не обсуждали. Поддержали большинством. Одобрили парламентарии и предложение направить дополнительные средства на систему образования. 566,5 миллионов рублей будет потрачено на ремонт и восстановление дорог регионального значения, а также приведение в нормативное состояние дорог местного значения. 158,5 миллионов рублей на капитальный ремонт общеобразовательных организаций. Планируется отремонтировать детские сады города Благовещенска и школы города Белогорска. Дополнительные 250 миллионов рублей, направленные на образование, в первую очередь пойдут на проведение ремонтных работ в учебных и дошкольных учреждениях. В частности, финансирование получат Дю США села Марково, детские сады Благовещенска, школы Райчихинска, Завитинска, Белогорска и посёлка Новобурейский. В последнем, например, нужно разработать ПСД для ремонта бассейна, чтобы дети могли заниматься плаванием не 5 месяцев отопительного сезона, как сейчас, а круглый год. «Мы продолжаем финансировать замену школьных окон. Добавляем более 60 миллионов. Суммарно с начала года уже выделены на эти цели порядка 150 миллионов». Больше 170 миллионов рублей депутаты добавили на систему здравоохранения. Средства предназначены на обновление фасада детской поликлиники в Райчихинске, где сейчас идут внутренние капитальные работы, и на приобретение мебели для неё же. Новую мебель получит и детская поликлиника в Зее, реконструкция которой должна завершиться до конца года. Часть суммы пойдёт на разработку проекта поликлиники в Паярково. Тем временем в Константиновском районе после капитального ремонта свои двери открыла детская поликлиника. На реставрацию медицинского учреждения потребовалось более шести месяцев. Старое здание давно перестало отвечать современным требованиям – узкие коридоры, нехватка кабинетов. После ремонта это совсем другое помещение. На торжественной церемонии открытия присутствовали местные жители, а также глава законодательного собрания. В Константиновском районе проживает больше трёх тысяч детей. Теперь врачи будут принимать их в обновлённом здании, а обследование проводить на новейшем оборудовании. Тормологическое оборудование у нас полностью будет новое, согласно порядкам, которое действительно уменьшит время обследования пациентов, маленьких. Оборудование у нас от Арины Леринголога тоже, лор-комбайн, который более качественно позволит оказывать медицинскую помощь. УЗИ-аппарат будет приобретён. Тоже более детальная и точность в постановке диагностических каких-то моментов. Много приобретенного оборудования у нас, хирургический кабинет. То есть, всё это непосредственно направлено для качественного оказания медицинской помощи в сокращении времени обследования. К ремонту детской поликлиники приступили в октябре 2020-го. В здании заменили все двери и проёмы, систему отопления, вентиляции и канализации. Здесь новые коммуникации и интерьер. Изменили планировку регистратуры. Она будет действовать по принципу бережливого производства. На ремонт медучреждения область выделила более 30 миллионов рублей. Между тем, на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Амурской области в этом году направлено свыше 700 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили и другие детские поликлиники. Детские поликлиники при Амуре в этом году получают поддержку более 200 миллионов рублей. Эта поддержка коснется территорий Рачихинск, Тында, Благовещенск, Константиновка. В этом году все поликлиники отремонтируем и с насти новым оборудованием сдадим для того, чтобы и малышкам, и мамам было комфортно. Всего в 2021 году на территории Амурской области отремонтируют 5 детских поликлиник. О работе амурских депутатов и их инициативах мы продолжим рассказывать в следующих выпусках программы «Области закон». Всего доброго и до встречи в эфире!